Приветствуем вас на Думской ТВ. Мы начинаем работу в прямом эфире в рамках вечера на Думской. В ближайших три часа будем говорить, как всегда, о самом главном. Для вас в суде работает Елена Еремеева и Никита Тарола. Поговорим о игорном бизнесе в Украине и в Одессе в частности. Одесская полиция разоблачила два заведения, которые работали под вывеской ЛАТО, но это были самые настоящие казино. Также поговорим с заместителем губернатора Одесской области Соломей Бобровской. Поговорим с ней о перспективах следующего губернатора, кто им может быть. Ну и также поговорим о возможном суде, где будет фигурировать бывший президент Украины Виктор Янукович. Итак, прямо сейчас говорим об очередных казино, которые накрыла полиция. У нас первый гость – это Виталий Кожухарь, глава самообороны Одессы. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Ну, такой, знаете, вот первый вопрос. Это действительно такая вот ситуация? Всего вот этих несколько, этих два казино было на весь поселок Котовского и их разоблачили. Или разоблачают то, что нужно разоблачать? Вот кому нужно или кто неугодный? Неужели их так действительно немного? Ну, на самом деле, я не могу сказать, я не спец по казино, но я могу сказать лично свое мнение. Мне кажется, во-первых, разоблачает, скорее всего, то, что удается открыть. Вполне возможно, что специально иногда сливают информацию о своих каких-то конкурентах. Ну, разные могут быть, какие-то оперативные наработки. Это все, как все вместе, суммарно и дает открытие то в одном, то в другом месте. Я понимаю, что кто-то один держит полностью сеть казино в Одессе. Скорее всего, это каждый пробует свое счастье открыть такой нелегальный бизнес. Потому что сейчас такая ситуация в стране, что, в общем, за этим никто не приглядывает со стороны закона. Поэтому дает возможность таким образом зарабатывать денег. Вы видите, насколько быстро количество таких казино растет в городе? Ну, я же живу в городе, конечно, вижу. Ну, казино я не вижу, потому что казино не видно, вы понимаете. Ну, правильно, да, понятно. А мы видим только вот эти вот все, как бы, государственные, как было то, там, синие, желтые. И из-за того, что нет политической воли, и вот этот бизнес, который приносит на самом деле миллионные доходы, он отведен в черную зону практически. А кому приносят миллионы? Ну, хозяевам, скорее всего. Хозяевам и те, кто стоит там на откатах, те, кто крышует где-то еще. Славы ведомства, например. Ну, я не знаю, кто это. СБУ, прокуратура. Я думаю, что кто крышует, мне сложно сказать. Вот когда поймают того, кто крышует, тогда можно будет говорить. Но я думаю, что в каждом, наверное, ведомстве есть люди, которые, по крайней мере, знают и, возможно, получают какие-то с этого дивиденды. Давайте услышим нашего корреспондента. Наш журналист Юлия Прабача сейчас находится возле одного из мест, которое названо «Лото». И проинструктирует, проверит, действительно ли там «Лото» или «Казино». Это примерный адрес. Это улица Канатная, угол Базарный. Юля, мы передаем тебе слово. Расскажи, что там. Добрый вечер, студия. Действительно, мы находимся на пересечении улиц Канатная и Базарная. Здесь соседствуют сразу два заведения, которые работают под вывеской украинского национального «Лото». Отмечу, что съемочная группа «Думовская ТВ» неоднократно привлекала внимание общественников и правоохранителей к тому, что происходит за этими яркими и красочными вывесками, в частности, следит за «Лото». Написано, что работает заведение 24 часа в сутки. При этом журналистам «Думовской ТВ» ни разу не удалось купить билеты национальной лотереи. Постоянно выключается свет, то есть перезагружается программа, чтобы не оставалось следов незаконной деятельности. Напомню, что азартные игры в Украине запрещены с 2009 года. Таким образом, на этот раз съемочная группа «Думовская ТВ» позвонили на горячую линию 102, вызвали сюда полицейских, чтобы вместе с ними проинспектировать это заведение. Однако уже как 40 минут мы не наблюдаем приезда полицейских, поэтому мы продолжаем ждать, но идем самостоятельно проверять, что скрывается за этими яркими вывесками. Отмечу, что прохожим невозможно увидеть, что там происходит. Все заклеено полностью. Но мы движемся, заходим. Добрый день. Скажите, с кем можно пообщаться? Администратор, можно ли сыграть в лотерею, можно ли приобрести билеты? Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, девушка. Я хочу поиграть в лотерею. Продайте мне, пожалуйста, билетик. Билет, который официально является и разрешен законом Украины, согласно закону о государственных лотереях. Я смотрю, у вас посетителей сегодня немного. Мы неоднократно к нам приходим. Вы сейчас привязываете журналистской деятельности, прошу не толкать меня. Почему вы скрываете свои лица, если вы работаете, по крайней мере, судя по вывескам, законно, Украинская национальная лотерея? Девушка, вам скажи так, я вышел сюда вообще на замену и снимать, как мне сказали, что нельзя. А кто вам сказал, что снимать нельзя здесь? Администрация этого вообще всего. То есть есть правила, которые... А есть фамилия? Нет, нет. Я прошу показать, девушка уводит молодого человека. Я наверняка для того, чтобы он не смог нам что-либо прокомментировать. Работают вот такие компьютеры. Здесь установлены программы. Но как мы видим, что продать... Если бы это была законная Украинская национальная лотерея, нам бы продали билеты, мы бы спокойно смогли осуществить законное право по кайту. Мы видим только компьютеры, с нами никто не хочет общаться, явно невозможно купить билеты. И давайте, чтобы наверняка пройдем в другой конец зала. Здесь мы также видим, что стоят чашечки, определенные бокалы. То есть есть подозрения, что, возможно, здесь также еще и продают алкогольные напитки. Но нам также тут не рады. Мы будем продолжать ждать правоохранителей. И еще раз напоминаем, что азартные игры запрещены в Украине с 2009 года. С 2012 года работает и вступил в силу закон о государственных лотереях. Но, возможно, пробелы и недостатки в законе позволяют в таких помещениях функционировать то, что подрывает общество и приводит к массовой игромании в Украине. Студия. Спасибо, Юлия. Юлия Провачай, наш корреспондент, находится на улице Канатной пересечения Базарной. В помещении заведения, которое называется, работает под вывеской лото, хотя там очень много компьютеров, похожих на игровые автоматы. Однако никакая администрация не дает никакой конкретной информации по поводу работы и вступают в разговор очень вяло. Ну вот, действительно, мы неоднократно в прямом эфире Думской ТВ проводим подобные рейды, посещаем казино, в общем, заходим туда, видим все, что происходит. Тем не менее, количество их увеличивается практически с каждым днем. Виталий Кожухарь, вот к вам вопрос как к активисту, к главе самообороны Одессы. Что вы сделали для того, чтобы препятствовать появлению, или если уже есть, но вы можете точно так же, как это делают журналисты, приходить, спрашивать, на каких основаниях, насколько это законно. Я вам скажу, что мы это делали, и вы должны это знать, это освещалось не только мы, не только, практически все патриотические организации города Одессы прямого действия это делали и вместе, и порознь каждый. Мы накрывали, мы выносили автоматы, и эти игровые автоматы. Но, к сожалению, из-за пробелов действительно в законодательстве, через некоторое время эти автоматы возвращались обратно. То есть это борьба с ветряными менеджерами, по сути, бесполезная. Совершенно верно. Из-за того, что провалы, ну, они только, из-за того, что большая сеть, где-то у них провал, где-то у них забрали что-то, а за счет других заведений они спокойно выезжают. У них есть какие-то лицензии, которые они якобы получили, там, несколько лет назад, и вот они этим и апеллируют. На своей практике наблюдали вы, чтобы те заведения, которые при вашем инициативе были закрыты, открывались в другом месте, но с тем же руководителем или хозяином? Вот что именно один и тот же человек открывает только в другом месте, то есть продолжает эту деятельность? Ну, на самом деле, я не могу сказать точно, с этим человеком или нет, но они открывались однозначно. Ну, на том же месте, куда вы приходили? В этом же месте открывались. У нас была отдельно в самообороне, там, каждый занимался своим направлением, и у нас была группа, которая работала конкретно по... Мы выслеживали, смотрели и закрывали их, и они опять открывались. Мало того, мы разговаривали, встречались, когда был еще лорд Кибенидзе, встречались и говорили, что... Родный год назад буквально он объявил войну? Совершенно верно. И мы встречались, и он говорит, к сожалению, к сожалению, я ничего не могу сделать. Они у нас арестованные стоят эти, они потом через суд забирают эти игровые автоматы. И у него так же самообрезанные полномочия, как и этого. Полиция бессильно выходит? То есть, ну, мы видим какие-то вот малозначительные попустили? Ну, не совсем бессильно. В конце концов, здесь многие действительно занимаются вообще полностью черным. Вот то, что сейчас показывали, это категорически, это видно, что это казино, сто процентов видно, что это нарушение закона. Вы им определяете вот так вот с картинки, даже не находясь... Я с картинкой... Ну, я вижу, здесь есть фишки, да, здесь люди сидят и играют в карты. Ну, я могу предположить... Нет, это мы сейчас смотрим общие записи. К тому, что из сюжета, из той информации, которую дал наш... В студии действительно только предположить. Находясь там, я бы попросил документы, как обычно мы делали, там, ребята, которые приезжали туда вместе с нами, они вызывали полицию, мы вместе с полицией требовали документы. А как вы выбирали место, в которое вы пойдете и которое будете проверять? Честно говоря, вот выбор такой большой был, что... То есть наоборот, да? Вот там, там, там пошли и отработали. Выдался свободный вечер, и вы на благо. Есть, поехали, мы видели, что там есть постоянно люди приходят, приходят, приходят. Вам предлагали вознаграждение определенное? Ну, пытались от вас откупиться? Постоянно. А сколько... Какие суммы предлагают? Суммы не предлагаем, мы не разговариваем на эти темы. Не предлагают суммы. Ну, как предложение откупиться, да? Обычно, я вам скажу, я вам скажу не только по этому. Вот мы с Даним Фишер, поиграйте, что для нас. Я вам скажу, что обычно, как предлагают по дорогам, да, вот мы так же само... Транспортные компании, которые перевозчики и перегруз машин большие, там, по 20, по 30 тонн, они через посредников приходят и говорят просто назовите свою сумму. Что вы хотите, чтобы вы не замечали нашу транспортную компанию. Или, там, вот, так же само с казино, не с казино, там, с играми мы приходили и говорили, скажите, что вы хотите, каким образом. Мы не разговариваем с такими людьми. Но в любом случае, какие-то расценки есть, можете по ним сориентировать. Я не знаю. Но силовым ведомствам, вероятно, к ним тоже выходят с такими же предложениями. Ну, это надо к силовым ведомствам. Я вам скажу одно. Пока не будет реальной политической воли, будет политическая воля, через два дня здесь все будет закрыто. А что вам кажется, что политическая воля, то есть, может быть, хозяева этих заведений являются политикой? Или почему? Нет, я думаю, сомневаюсь. Я думаю, что те, кто крышует эти игровые автоматы, они, скорее всего, где-то выходят на какие-то политические партии, вполне возможно, и свои интересы лоббируют там, на самом верхом. Ну да, вот смотрите, верхом праве уже десятки законопроекта. Верховной Раде сейчас десятки законопроектов, согласно которым предлагают возобновить игорный бизнес в Украине. И, понятное дело, они будут пылиться до тех пор, пока кто-то нужный не придет к другому кому-то нужному, с чемоданчиком там, условно говоря, какого-то вознаграждения. И только тогда это все работает по-прежнему. Я бы поддержал это, на самом деле это правильно. Давайте одну секундочку, прямо сейчас услышим продолжение истории. Наш корреспондент Юлия Прабачаев продолжает инспектировать одно из мест, которые работают под логотипом ЛАТО, канатный угол базарной. Юлия, тебе слово, пожалуйста. Да, на наш вызов приехали сотрудники уголовного розыска полиции. Сейчас пытаются выяснить, кто администратор, и кому можно обратиться с вопросом. В частности, попросить предоставить документы о работе этого заведения. Пока мы можем видеть в прямом эфире первые действия, которые предпринимают сотрудники правоохранительных органов. Мы работаем в прямом эфире. Честно говоря, руководство выясняют, но, может быть, вы сможете представить. Следователь. Следователь, ну хорошо. Следователь в данный момент, я так понимаю, уточняет какие-то детали. Есть еще один сотрудник. Мы сейчас подойдем, побеседуем. Еще раз добрый вечер. Мы работаем сейчас в прямом эфире. Разъясните, что сейчас будет происходить и каким образом будет выясняться, что здесь происходит на самом деле, что работает под вывеской украинской национальной лотереи. Данного человека я хочу попросить по данному факту. Как он здесь оказался? Кто он? Как вообще в данном случае действуют правоохранительные органы, когда поступает такое сообщение? Все вопросы, причаяния к следствиям. Таким образом, мы будем оставаться здесь. О первых результатах проверки я сообщу в прямом эфире студия. Спасибо, Юля. Юлия Пробачаев в одном из мест, где происходят такие события, о которых мы так с вами активно говорим. Наверняка мы сейчас привемся на небольшой обзор новостей. Вас мы благодарим, Виталий. У нас в гостях был Виталий Кожухарь, глава самообороны Одессы. Замглавы. Замглавы самообороны Одессы. Сейчас небольшой обзор новостей и продолжим эту тему обсуждать вместе с вами. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова